Ну что ж, друзья, всем привет! С вами снова я, Артём Плотников, и мы с вами продолжаем играть на серии Premier Game. И, как вы и просили, я начинаю с нашу серию из, собственно, моего дома, который находится практически в Миланске. Итак, это Андрей Боровков, и сегодня он будет с нами в серии, так как он нам предоставил автомобиль. Как вы помните, я говорил, тот, кто предоставляет нам автомобиль, тот, собственно, попадает к нам в серию. Собственно, сегодня мы будем с вами гонять на Chevrolet Tahoe. Я у вас в группе просил неприметный автомобиль, на самом деле, я что-то думал, вроде будет десятки, шестёрки, какой-нибудь вот такого таза, там, четырки, пятнашки и так далее. Но, друзья, он предложил нам вот такой вот автомобиль, и, собственно, я тут подумал. Раз, собственно, автомобиль один в городе, то все знают, кто его хозяин, а если мы оденем маску, то, собственно, никто даже и не узнает, что это мы гоняем. Собственно, у дома у нас творится опять бандитский такой сходняк. Так, кругом одни кабаны стоят, ну, тут ланцер как-то затесался вообще, а все остальные мерседесы, так-то вообще по красоте всё смотрится. И со вкусом, друзья, со вкусом, вы красавчики у меня. Ну что, садимся в Тахо, и, друзья, у нас сегодня такая серия. Как вы помните, я хотел взорвать С4 и не знал, где его, собственно, взорвать, так как в городе нельзя. Нас сразу же с вами за это взрючат. Да, поэтому мы будем с вами взрывать сегодня шахту. Почему, я не знаю. Надеюсь, там никто работать не будет из новичков и тому подобное, потому что если будут новички, мы, естественно, взрывать там ничего не будем. Это будет слишком люто, и они сразу же подумают, ё-моё, куда я зашёл, почему здесь шахта взрывается. Хотя это придаст изюминки серверу, типа, хлоп-хлоп, добывал... Йо, это как так сейчас было? Типа, добывал-добывал руду, и хлоп, что-то взорвалось. Тоже довольно-таки прикольно, на самом деле, для него будет, наверное. Но мы шутить с этим лучше не будем. Да, сейчас мы с вами отправляемся в спортзал. Собственно, друзья, произошёл какой-то неприятный вылет, краш. Но мы с вами в строю и по-прежнему продолжаем. Тут уже какая-то к нам Алина Фидатова притесалась. К нам, кстати, Андрею Боровкову и тебе, Алина, большой привет. И спасибо вам большое за то, что вы передаем привет. У меня завтра ДРЭ попросил не флудить, но я уже тебе привет передал. И раз серия выйдет завтра, то с днём рождения тебе, Алина, всего тебе самого наилучшего, счастья, удачи, любви, пух. Вот. Блин, я не знаю, за взрывчаткой сразу же заедем? Да хотя да, потому что нам потом далеко возвращаться придётся. И лучше мы сейчас сразу же купим взрывчатку для того, как я уже сказал, чтобы нам потом не возвращаться. Также, друзья, радостная новость для вас, для всех. Теперь серии до конца месяца, я думаю, что будут выходить каждый день. Я буду стараться это делать для вас. Так, подождите сейчас, всю информацию мы отложим. Вы действительно хотите купить взрывчатку Си-4 за 1 миллион рублей? Окей, конечно же, я её хочу купить. Теперь вы можете снять взрывчатку в любом месте, пункт бомб, взорвать А-бомб. Ну что, замечательно, кстати, у нас А-нет, лям сняли, всё правильно. Так, ну чего, взрывчатка у нас... Ой-ой-ой-ой. Взрывчатка у нас с вами в кармане бомба. Весит полтора килограмма, значит, ни хера себе полтора килограмма тротила. Нормально так-то, в принципе. Я хотел сказать, что немного весит, а потом так прикинул, то это нормально. В принципе, тротильчик-то так взлетит-то, дай боже. Ох-ох-ох, наша шахта должна сегодня зажечь. Так, ну чего, с вами сейчас летим в спортзал. Собственно, для того, чтобы купить масочку. Друзья, как я уже и говорил, серии теперь будут выходить каждый день. И это, собственно, круто. Я думаю, что вы меня поддержите лайками и не дадите мне всё-таки загрустить. Прямо уж так отчаяться в вас, так как я буду стараться для вас. Итак, Александр Вешкин. Привет тебе, дружище. Кстати, о приветах. Приветы я в этой серии буду передавать, так как вы уже мне пишете некоторые. Артём, когда же уже всё-таки будут приветики и тому подобное? Мы все заждались. Да, друзья, иногда я в сериях приветы не передаю, так как... Ну, блин, ну, физически они сюда не вписываются. Там либо ещё по какой-либо причине. Ну, а так, друзья, про приветы, естественно, не забыл. Так, нам сейчас, походу, придётся отрываться. От чувачков, так как за нами уже теперь народ гоняется. И это, блин, и это, друзья, печально. Хотя, в принципе, я ничего такого криминального не сделаю. Всего лишь взорву шахту. В принципе, можно и при людях будет. Ой-ой-ой, прости, дружище, я залагал, видимо, или кто-то залагал. Но, похоже, он там смачно так вмазался. Куда-то звук был, да, мне из лучших. Так вот, ну что, приветики, я не знаю, блин. А, мы уже в город езжаем, так как сейчас приветики передавать уже не буду. Так, в городе мы не нарушаем, а то там мне один человечек пописал мне в Ютубе комментарии. Вот, ты срезаешь углы, нарушаешь, скорость превышаешь, туда-сюда. Из-за тебя потом, а, из-за таких, как ты, потом машины по 30 тысяч чиним. Но я не знаю, друзья, я вроде бы еще никому плохо не сделал, на самом деле. И аварийных ситуаций я таких тоже не создавал, в которых пострадал бы кто-то другой, а не я. Я чаще всего сам куда-то там влетаю, вот это да, чтобы других за собой тащить. Нет, это чаще всего в меня врезаются какие-нибудь камазисты, как Крузак спас мне жизнь, да, например. Ну или же прочие люди, которые хотят попасть в серию. Таких, друзья, много, да. Вы большое количество, конечно, игроков смотрите меня, особенно, например, сука, сука, второй раз. Как так, почему два? Ё-моё, 90 и 84. А разрешенности, блин, ну да, блин, превысил. Ну ладно. Так, а ты кто такой? Даня Макаров. Прости, дружище, я на спецзадании, тебе большой привет. И прости, что я тебя не могу сейчас взять к себе в автомобиль, так как это и автомобиль-то не мой. Но прости, друг, и не ставь мне дизлайк, пожалуйста. Ни хрена себе здесь автомобилей. Ого, это все в казик, наверное, да? Так, следующий поворот, и он будет наш. Эх! Эх, эх, о, друзья, о чём я говорю, да? Про ДТП. Он, кстати, без проблесковых маячков гоняет, так что... Ай-яй-яй. Да, ну что, мы с вами пришли в магазин оружия. Нужно нам по-быстренькому купить. Блин, он сейчас нас запалит. Блин, блин. Так. Покупка оружия. Где здесь, где здесь, где здесь? Патрон, армейский нож, сайга. Травматическое, охотничество, ружье, сайга, армейский нож, обойма. А где? А где маска-то? А, зачем я сюда зашёл? Она же в спортзале, а я в магазин оружия зашёл. Не знаете, зачем я сюда зашёл? Вот, я тоже не знаю. Так. Спортзал. Спортзал. Здравствуйте, здравствуйте. Тут ещё, кстати, вроде бы Биту можно купить. Вот он, да, спортивный магазин. Так, клюшка, Бита, хоккейная маска. Вот она, хоккейная маска. Это она и есть. Так, ММ. Использовать. Маска. Вы надели маску, теперь вас не видно. Эх. А, а почему? А почему так? Меня видно? А почему? А, не, всё, отлично. А как писать? А как писать? Писать от имени человека в маске. Да, вот это, друзья, я, кстати, не знаю. М? М1. Вы не силовик. Ну, скажи мне. Ну, давай. Не знаю, ну ты красавчик, блин. Ну, ладно, погнали. Выходим. У нас, собственно, есть взрывчаточка с вами. Так. Погнали. Погнали, погнали. Погнали, погнали. Так. Йо-хо-хо. Ну, чего? Играем РП. А какой РП? Маска слетела. Блин, дружище, мне сейчас вообще никак не до РП. Я хочу шахту взорвать. Давай в следующий раз, пожалуйста. Блин, нет, я сейчас ему восстановлюсь и всё объясню. Я так не могу. В общем, друзья, не очень как-то у меня получилось договориться с данным человеком. Там был Эмиль какой-то, да, вроде бы. Дружище, ты меня реально поймит. Просто совсем другие планы были на серию. Я хочу показать игрокам, которые, возможно, никогда это на себе не попробуют и хотят это увидеть, что это из себя представляет. Да я и сам, блин, да я и сам ещё ни разу не пробовал, как это вообще взорвать шахту и вообще посмотреть, как это происходит. Ты меня пойми тоже, я тебе пытался объяснить, ты меня не понял, поэтому я ушёл от РП. Собственно, да, нарушил. Если меня посадят, то я даже, собственно, и не обижусь, не огорчусь ни на кого, вообще ничего. Но ты, дружище, извини, если что. И, друзья, вы на будущее не нарушайте правила роли плей. Да, я согласен с ним. Он говорил, ты на РП сервере находишься, поэтому играй. Да, я ничего не говорю. Но это моё право. Я хочу вам показать. Я ушёл. Если меня накажут, то, значит, так оно и будет. Собственно, вот так вот, друзья. Поэтому всё-таки не будем грустить. Сейчас, пока нас не посадили, у нас есть возможность с вами взорвать всё-таки шахту. А куда я вообще еду? Шахта вообще у нас в другом месте находится. Мы с... Я уже забыл, как тебя зовут. Блин. Во, с Андрюхой. Мы уже с Андрюхой. Он маску тоже надел, поэтому его и не видно. Мы уже с Андрюхой, собственно, одели маски, как вы уже и поняли сейчас. Из моих предыдущих слов. И отправляемся в сторону шахты. Для того, чтобы её всё-таки подорвать. Я уже команду на самом деле забыл, как там что-то put bomb, а бомб, что-то такое там, да? Положить и использовать взрывчаточку. Собственно, сейчас мы с вами это и посмотрим. Блин, теперь как-то вообще неприятно на душе из-за того, что так всё хорошо начиналось, так всё позитивно на такой позитивной ноте. И, блин, из-за какого-то ДТП, ролеплей, режима и туда-сюда такая вот хрень получилась. Друзья, новые впредь не нарушайте. И, Эмиль, ещё раз я у тебя прошу прощения. Всё-таки все мы люди, и я тебе по-людски пытался донести, но ты не захотел меня слушать. Ну что ж, я ушёл. Вот так вот. Так, где нам лучше доехать до шахты? Я вот не помню. Я, наверное, зря здесь поехал. Да, я зря здесь поехал, сто процентов. Нужно было с другой стороны. Сейчас мы это с вами дело объедем. Да нищего такая деревня была крутая, да? Да сейчас и в ней, собственно, и сейчас все раскуплены домики. Поэтому она ещё пользуется спросом. Так, ну что? Шахта. Вот она наша родненькая. Вот она наша хорошая. Ну что, погнали? Андрюха, ты со мной пойдёшь? А то мне что-то страшно одному как-то бомбу уложить. А, интересно, а если я её туда заложу, я же снаружи не увижу ни хрена. Это, получается, мне придётся там находиться, что ли, да? Блин, вот это... А сейчас хотя посмотрим, как тут вообще обстановочка. Может, нас не сильно зацепит. Хрена не сильно. А если мы в туалете, а сами убежим? Да? Да? Вон в туалет сейчас заминируем. Заминировал туалет. Серию ещё так назвать. Вообще прикольно будет. Так, ну чего? Вы помните как? Я вот не помню. Так, давайте что-нибудь искать. Пунт, бомб. Ух ты! Установил взрывное устройство. Всё, уходим, уходим, друг. Блин, там человек. Ё-моё. Я надеюсь, его не убьёт по нашу вине. А, он пока убежал. Давай тоже убегаем. Так, всё, дальше уже нельзя. Всё, садись. А, бомб. Активировал. О! Вот это да! Не нормалёк. Нормально она бахнула. Ха-ха-ха. О, тут вроде бы даже что-то почернее стало, да? Как бы, нет? Или мне кажется? Да нет, реально здесь вроде темнее стал пол. О, ты жив, друг. Друг, ты за мной? Только не копай меня. Не, реально прикольно. Только за это лямбрино дал. А так, реально маска на самом деле. Вещь такая, блин, что разнесёт. Дай боже, на сходках у меня особенно было, что раньше все ставили взрывчатки различные и пытались как-то помешать скоплению народа и за это раньше банили. Да и сейчас, кстати, большой бан дают, поэтому не злопотребляйте взрывными устройствами на сервере, а тем более в целях подрыва народа и тому подобное. А то это может для вас плохо закончиться на самом деле. Не, ну прикольно на самом деле. Я обрадовался, нормально такая тема. И впервые я увидел взрыв, и как вообще это всё происходит со взрывчаткой. Взорвали туалет, собственно, почистили канализацию. Ничего такого криминального мы с вами не сделали, поэтому я надеюсь, нас с вами администрация ругать не будет. Ну что, приветики, как и обещал. Максиму Триняку от Роберто Монтелло. Максу Мальцеву, Серёге Торохову, Виталию Бицепсу. Передай привет от меня, Владик Фурса, привет. Привет Тёме и Саше Донченко. Всему серверу привет от Максим Филатов. Передаю привет Максиму Скалетти, удачи. Так, так, так. Передай привет Никите Боровиков, привет тебе. Тём, передай привет Никите Сапожникову, Сапожникову, ну да, наверное. Тебе, Тёмка, всего хорошего, тебе и твоей девушке, и твоим хорошим, добрым родителям за то, что тебя так хорошо воспитали. Спасибо тебе большое, дружище, за тёплые слова. О, нам с вами что-то дали. Да, штрафы две тысячи. Передаю привет Вадиму Кудасову, привет, привет. С февраля, блин, привет ещё копится. Скорая аж приехала. Ну да, кстати, скорая реально как-то, а зачем она сюда приехала на самом деле? Она же не просто так приехала. Да. Ну что, друзья, я думаю, мы можем заканчивать нашу серию. В этот раз мы с вами посмотрели вообще, что это такое взорвать взрывное устройство. И, собственно, как это вообще всё происходит. Я надеюсь, мы никого в городе не потревожили. Только вот человека в шахте, который был, да ещё и скорая потом приехала реанимация. Я надеюсь, они не сильно испугались. И, друзья, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Артём Плотников, игровой канал SKU TV и игровой сервер Premier Games. Заходите, играйте вместе со мной. Серии будут теперь по ПГ чаще, я надеюсь, из-за того, что у меня теперь появилось чуть больше времени. Ну и, друзья, всем пока!